Впечатление такое, что наша команда, конечно, не заслужила поражения в этом матче, но пусть результат матча останется на совести арбитра, который зачитал первый гол в наши ворота, забитый локцом. Ну а после этого вся стратегия отсюда исходила, факел сел в оборону, рассчитывая на контратаки, нам пришлось большей частью атаковать и больше раскрываться. Второй гол уже, он как бы там 1-0-2-0 ничего не решил. Все. Пожалуйста, вопрос. Насколько сегодня поле погоды внесло в коллективность вообще? Ну, на этом поле тяжело играть, и что для нас, и что для факела тоже, как бы, у нас игра построена больше на коротких и средних передачах. Но поле, оно не позволяло играть в таком стиле. У нас нет таких нападающих мощных, как у факела, чтобы играть в длинную передачу, и поэтому мы больше рассчитываем на выход из обороны через середину и потом в атаку. Какую роль в тактических построениях команд играет воспитанник воронежского футбола Руслан Маграль, вот он твердый в руках основы, поддерживает справа? Ну, эта позиция, она предполагает и в атаке высоко играть, как крайние нападающие, и в обороне играть, как крайние защитники. Но он обладает всеми для этого качествами. Может быть, чуть-чуть не хватает хладнокровия в завершающих стадиях атак. Нас полностью удовлетворяют на этой позиции. Вы собираетесь жалобу подавать? Такой же, о чем подавать. Этот судья судил в прошлом туре в Хабаровске, поставил пенальти. Вся страна видела, что пенальти не было, а признали, что было. Сейчас он зачитал рукой, а смысл подавать все равно. Сейчас, во-первых, практика уже такого нету, как раньше, подавали протесты. Сейчас нельзя жаловаться на суде. Жаловаться надо на себя. Серьезно, Александр Иванович, есть уже какая-то информация по поводу травмы Влада, что со стороны это выглядело очень серьезно? Почему его сняли с игры? Потому что у него сразу в этом месте, предполагаемый травм, у него вздулась шишка, поэтому его убрали с игры, чтобы здоровье все равно важнее результата. Поэтому мы его решили убрать с игры. А с чем была связана замена Ларенца? Он полчаса всего отыграл, а потом обратно. Мы хотели усилить большую атаку, поэтому перешли на игру в четыре защитника. И выпустили ее в центральную зону, а центральную выдвинули в атаку более атакующего игрока. Эмоции после побед всегда положительные. Благодарен ребятам за то, что в сложных погодных условиях смогли проявить мастерство и характер. И характер поздравляю всех наших болельщиков с долгожданной победой. Поздравляю то, что удалось нам забить в этой игре, забить два мяча, что давно мы не делали. Прервать серию мячей на двух игр и серию шести игр без забитых мячей. И рад за ребят. Важна эта победа с турнирной точки зрения. Потому что в лидирующей группе после сегодняшнего тура ситуация уплотнилась. И нам, конечно, нужно было только выигрывать. За что я очень еще раз говорю, благодарен ребятам. И благодарен нашим болельщикам, которые очень хорошо нас поддерживали. Не то количество, на которое мы рассчитывали, но погода внесла коррективы, наверное, в это дело. Не все. Кто-то предпочел смотреть по телевидению. Но преданных болельщиков благодарен за это. Сегодня качели были практически до последней секунды, до второго мяча. Как вы готовились к Сибири? Потому что такая легконовая, бегущая, живая команда, которая, видимо, для вас какие-то проблемы создавала. Вы правильно заметили. Команда играющая, команда укомплектована достаточно квалифицированными футболистами. И понятно, что каждая команда в данной ситуации решала свои задачи. Мы, чтобы сохранить лидирующих, находиться в лидирующей группе, они оказались уже в черте, где грань вылет команды из футбольной национальной лиги. Поэтому игра такая боевая, с взаимными шансами. Но если так брать, то где-то мы поострее немножко играли первый тайм. Особенно при стандартных положениях. При стандартных положениях мы, собственно, на это и нацеливали, ребят. И работали перед этой игрой над стандартами. Благо, что сработало, забил Осипенко мяч. Обе команды играли в одном тактическом ключе, если вы заметили, по одной схеме 5-3-2. Ну, здесь по первому тайму, скажу, что и во втором тайме было очень много, ну, это с качеством поля связано, много погрешностей и много неточных передач в центральной части поля, которые приводили к, особенно поперечные, чем они и чреваты, к обрезам. И мы получали атаки в свои ворота. Ну, сегодня я скажу, что я, в принципе, то сочетание, которое играли у нас ребята в средней части поля, Трошечкин, Каюмов и Ваня Соловьев, сыграли они достойно. В плане развития атаки вот здесь мы, у нас динамики стало больше, стало больше с появлением Каюмов осмысленной игры и именно в скоростных качествах придали скорости. Поэтому были хорошие у нас быстрые атаки, ну, к сожалению, где-то в каких-то моментах. Именно последнего паса не хватало, чтобы завершить логическим действием, ударом, поворотом, ну, создавали предпосылки. Ну, благо, что сегодня два мяча забили. В паре с Касьяном, с Хабаровским, Игра Саталкин, сегодня Болов вышел. Почему вы тасуете все это от погоды? Ну, здесь какая ситуация. Саталкин у нас был травмирован, у него голеностол поврежден. И он пропустил несколько тренировочных занятий. По тренировкам Болов неплохо выглядел. Здесь мы смотрим сочетание, сочетание. Поэтому приняли такое решение, что эта пара начинала игру. Павел Пантелеич, как оцените игру Максима Осипенко? Сложно поспорить с тем, что он сегодня стал центральной фигурой игры, забил гол, имел еще один шанс оформить дуба и на последних минутах сделал еще подкат, который забратирует опасный удар. Зимой была высока вероятность того, что он уйдет в аренду, называясь «Несколько команд». Но вот он остался. Что можете сказать? Ну, вы видите, он остался. Он стал на данный момент игрок основного состава. И сегодня Лептов в общую команду, ну, скажем, весомый вклад он сделал. И гол забил, и еще момент. Ну, это момент, был там момент, все. Но то, что он в конце игры, вот здесь, в подкате, бросился под бьющего, все здесь заслуга его есть. И своей работой, своим отношением на три игроках он заслужил место в основном составе. Поэтому играет в основном составе. У нас принцип один, кто сильнее на сегодняшний день, тот и играет. Те ребята, которые по каким-то причинам были пропуски, то ли по травме, то ли, но я там у нас болели температурили, все. У нас обойма есть, и поэтому здесь сочетание, я считаю, что неплохое. У нас Ваня Драников начинал в составе, да, две игры. Потом заболел, выпал с собой, восстанавливается. Сейчас на подходе Леша Курилов. Надеюсь на то, что после выездной игры уже он будет под составом, может даже в составе. Работает хорошо, готовится все. Но сейчас у нас определенного характера возникают проблемы по объективным причинам. С одной стороны, радостно за ребят, за то, что два игрока у нас получили вызов в национальную сборную. Саша Трошечкин едет за молодежную сборную в Испанию на две товарищеские игры. Лукьянов получил в национальную сборную Латвии вызов. Поэтому ближайший тур с Мордовией они пропускают по объективным причинам. Что для клуба плюс, для меня, как для тренера, скажем так, это два игрока с обоими, да, один с основного состава, второй в обоими находится. Но получают шанс, получат шанс у нас ребята, кто не попадал в состав. Поэтому здесь ротация хорошо. И то, что есть равноценные игроки, которые могут заменить друг друга. Павел Пантелеич, в следующем туре играть с Мордовией в Саранске. Тоже команды борются, как и Сибирь, за выживание. И игра пройдет, насколько я знаю, на искусственном газоне. Есть тоже, помимо Трошечкина и Лукьяновца, те футболисты, которым противопоказано играть на таком покрытии. Но вы абсолютно правы, у Саранска искусственный газон, искусственный газон и те ребята, у которых проблемы есть со связочным аппаратом, с голеностопом, с коленными суставами, конечно, на синтетике играть намного сложнее. И здесь мы будем смотреть, советоваться с медицинской нашей службой, кому дать паузу. Вот, допустим, Леша Курилов уже тренируется в общей группе на подходе. Но маловероятно, что мы возьмем его с собой, потому что искусственное поле, а парень после перелома, тут проблемы есть определенные. Но я думаю, что решим мы эту проблему. Мы даже не будем переходить тренировочный процесс из-за одной игры, переносить на искусственное поле. Они будут тренироваться на естественном газоне. Одна игра, ничего страшного. Они очень часто... Две игры подряд у нас будут очень интересные игры. Я сейчас ребятам в раздевалке сказал, что надо готовиться очень серьезно. То, что турнирная ситуация нас обязывает, это один момент. Второе. Две игры подряд Мордовия, Кубань, Краснодар, которую мы дома первого числа принимаем. Две команды, которые в прошлом году играли в премьер-лиге и имеют очень приличные составы. Есть у них там свои какие-то внутренние проблемы, но это и их внутренние проблемы. А так по составу и по Кубань потихонечку поднимается. И то же самое Мордовия, очень опытные команды, укомплектованы приличными игроками. И здесь проверка своих возможностей. Интересные игры будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok